10 августа 1943 года началось наступление немецко-фашистских захватчиков на территорию Белореченского района. Белореченский историко-краеведческий музей хранит память о том страшном времени. Сотрудники музея по крупицам собирали воспоминания жителей, архивные документы, которые свидетельствуют о том времени, когда фашисты входили в нашу станицу. Уже с 9 августа немцы подошли к границам Белореченского района. 10 августа было форсирование реки Белой в районе села Великого. И уже 11 числа, ближе к 12, немцы подошли к станице Пшекской. Лейтенанту Петру Горлову пришлось очень трудно, но, тем не менее, задачу он свою выполнил. Задача стояла в том, чтобы они должны были в первую очередь немцев удержать, чтобы нашим войскам отойти чуть дальше. Они, конечно, были разбиты, батарея горловцев, уже 13 числа были большие бои в станице Комсомольской, Черниговской. На том месте сейчас тоже находится памятник, еще называют это поле, где проходили бои 17-го казачьего кавалерийского корпуса, где практически погибли все наши казаки. 15 августа это был оккупирован и Белореченский район, и в том числе станица Белореченская. Немногие белореченцы знают, что в этом здании на улице Красной, где сейчас находится центр развития образования, располагалась немецкая жандармерия. В обязанности жандарма входило разделение жителей станицы на три группы. К первой относились те, кто подлежал расстрелу. Останки 272 человек были найдены на реке Белой, где в память о трагических событиях был установлен обелиск. Ко второй группе было причислено рабочее трудоспособное население, которое оставалось на территории района. А вот молодых парней и девушек, которые попали в третью группу, угоняли в Германию. Всего за период оккупации было угнано около 300 человек. Многие из них попадали в концлагерь. Вот что рассказывала об Освенциме наша землячка Анна Осадченко. Нас одели в грубую полосатую одежду, остригли волосы, поместили в холодные деревянные блоки, установили голодный паёк и обрекли на непосильный каторжный труд. Каждый должен был выучить по-немецки свой номер и навсегда забыть свою фамилию, имя и безропотно выполнять любую работу. Кто не соблюдал требований, того безжалостно убивали. Еще один обелиск стоит у самого въезда в город. Он установлен в память о 42 зверски убитых здесь, в колхозниках и красноармейцах. В январе 43-го фашисты заперли их постройки и сожгли заживо. Хранит память о том нелегком времени и здание школы номер 9. До того, как Белореченский район был оккупирован, там находились в казарме наши летчики, бомбардировщики жили. Поэтому, конечно, это здание было обустроено под казармой. И на территории местных жителей, рассказываю, там была немецкая пекарня. Они вот просто те, кто еще были маленькие, они вспоминают, что они бегали. Конечно, дети все-таки как бы хотелось и кушать, и поэтому они бегали на эту пекарню, и немцы их подкармливали хлебом. Во время оккупации немцы разрушили ВК-госпиталь, располагавшийся в здании нынешнего Краснодарского кооперативного техникума. Его восстановление началось практически сразу после освобождения Белореченского района. Ну, несмотря на то, что нашу территорию оккупировали, конечно, все равно у нас были партизаны на территории Белореченского района. В сентябре месяце уже были организованы два партизанских отряда. Когда наши войска, кстати, отходили, железнодорожный мост, они не успели взорвать его, к сожалению. Но все равно подпольная деятельность, то есть партизанский отряд, не дали немцам идти дальше. То есть наш мост был полностью взорван, и восстановили его уже после того, как, скажем так, Белореченский район был освобожден. Этот год юбилейный для края. 75 лет освобождения Кубани от фашистов. И мы должны помнить о том, какой ценой досталась победа, и как важно беречь мир на нашей земле. Вера Савельева, Сергей Чернецов. События и люди. Вера Савельева, Сергей Чернецов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok